Всем привет! С вами GBJ и это уже 17-я часть нашего летсплея по игре Force of Empires. Ну и давайте посмотрим, чего я добился, чего я достиг. Но перед началом я хотел бы порекомендовать вам сайт foy.name, там вы сможете следить за последними новостями, событиями и обновлениями по игре Force of Empires. Заходите, не пожалеете. Ну, а я больше хотел показать вам не того, чего я добился, а, конечно же, итоги, результаты первой недели летнего ивента, который был разработчиками введен. Так, ну, с колесом фортуны у нас тут были некоторые проблемы, некоторые удачи, неудачи и все такое. И в результате я, конечно же, взял, во-первых, источник радушия, сейчас я вам покажу, где он там был хорошенький. А вот, раннего средневековья, плюс 402, ну, 210 он дает, сейчас он просто бафнут. Это, во-первых, потом я получил логово тигров, это одно из зданий, которое дает и счастье, плюс 600, сейчас он дает 1200, но это при бафе. И плюс 5% к защите обороняющим юнитам. А также я получил еще 2 сигнальных огня, которые дают по плюс 4% к защите обороняющим юнитам. Сейчас я вам покажу, как это действует. Вот, суммируется тут вся вот эта вот защита в процентах плюс и пишется уже окончательная цифра. Смотрите, защита плюс 9, а у обычного без 8. Так что это работает. Кстати, все эти юнитов я тоже вытащил из акции, точнее, из колеса фортуны, которые я крутил и потом уже получил. Это, конечно же, тяжелая пехота. То есть, конечно же, тяжелый юнит уже высокого средневековья. Я забыл вам упомянуть, что я перешел в высокое средневековье. Вот совершенно недавно, часов, наверное, 3-4 назад. Так что у меня прибавилось побольше очков рейтинга, и поэтому я уже второй по рейтингу среди соседей. Вот, смотрите, у меня уже 23 578. Вот, я на 130 месте рейтинга, в общем. Ой, чуть-чуть там. Сейчас, вот так. Ага, вот смотрите. Так что, в этом плане я продвигаюсь. В плане, ну, вот этого всего. Так, потом, что же еще там? Двух конных лучников я выбил. Две катапульты, которые тоже очень являются важным, важным этим юнитом дальнебойным. Потом бронированную пехоту взял, бронированная пехотинца. Потом взял разбойника, которые, смотрите, атака 100, защита 1. Ну, это, он обладает, конечно же, бонусом Тайная Личность, которая перевоплощается при первой атаке, да? При первой атаке на него он перевоплощается, вот, вы видите, там легкий юнит, так что он перевоплощается в, ну, я не знаю, кто там будет. Кажется, Берсеркеры в высоком средневековье, они становятся легкими юнитами. Вот, у меня появляется Берсеркера, и он начинает всех рашить без, сейчас скажу, без потери жизни при первой атаке на него, когда он еще был разбойником. Так что, ну, это легче показать в бою, но будет шанс, я вам покажу обязательно. И, кстати, Чемпион. Чемпион тут обладает двумя бонусами. Отвага, ну, вы можете прочитать, что он дает. И Зов Долга, тоже можете прочитать. Но больше это относится к плюсу атаки и защите, так что, вот такие вот делишки. Так, также я наемника вытащил, но, я думаю, он уже совсем не нужен, по крайней мере, после того, как я вытащил тяжелого пехотинца, но, да ладно. Потом, из вещей, ну, из предметов я еще вытащил, такие здания, как колодец желаний. Два колодца желаний, это очень полезные, вам скажу, здания, которые вам пригодятся сильно. Ведь из них, вот видите, там есть кубик рандома, да? Кубик рандома, он показывает, что мы можем вытащить оттуда либо золото, либо ресурсов, либо бриллиантов, либо товаров. Ну, товаров, конечно же, вашей эпохи. И золото и ресурсов в том количестве, ну, какой вы находитесь эпохи. Например, я сейчас нахожусь в высоком средневековье, и мне далось, например, сейчас скажу, ночью, я их ночью всегда собираю, где-то 2500, ну, 2500 ресурсов далось за каждый мне. То есть, 5000 ресурсов я получил. Позже я получил, ну, то есть, раньше я получил еще, помню, товары, мед и гипс, что ли, или гранит. По 10 штук. И, помню, еще золото получал. Ну, как-то так, ребята. Так что, очень хорошая вещичка. Конечно, жалко, что она не приносит напрямую бриллианты, но побочные такие ресурсы, ну, побочные такие вот ресурсики, да? Как, конечно же, товары, ресурсы, золото, я думаю, тоже понадобятся всегда. Также я вытащил второе стрельбище лучников конных. И вытащил вторую мастерскую, когда пульт. Ну, когда я построил первую, мне как раз она и попалась. Потом еще, у меня тут есть еще два стрельбище конных лучников, казарма наемников, обувная мастерская и кожевня. Я это все вытащил оттуда, у вас колеса фортуны. Вот такой вот я удачливый человек, но не на колодце. Я хотел еще колодцев вытащить, ну, да ладно уже, посчитал. Так что, решил, решил на этом, решила мне эта летняя акция побаловать только двумя колодцами. Также у меня тут есть некоторые изменения в составе гильдии. И, конечно же, в некоторых людей, гильдии, сагильдийцев появились офигительные вещи. Например, смотрите, FC333 перешел в высокое средневековье. Как и ResetX. Посмотрите, давайте их поздравим, ребята. Также у меня тут мои рефералы, мои подписчики приглашенные. Тоже достигли немалых успехов, смотрите. Тоже собрали некоторые предметы, некоторые здания, которые являются такими ивентскими летними. Так, здесь, по крайней мере, не вижу ничего такого. О, вот, колодец желаний, поздравляю тебя, систем. Есть у нас тут еще один владелец этих вот колодцев желаний. Я не говорю, что это вообще суперская вещь, но ее наличие гораздо лучше, чем неналичие ее. Так, пекарня, ну, не знаю, Петр, либо пекарню с ивента, либо так. Так, ну, фактово-со-фактово, с ивента можно пекарню или какой-нибудь другой донатский заводик, например, вытащить. Так, ну, поздравляю тебя, конечно, если это, конечно же, с ивента. Так, вот, Чумачечи, давайте поздравим сильно-сильно всем хором. У него тут 7 колодцев желаний. Ребята, я офигел просто после того, как я посмотрел, как он написал мне сообщение. Смотри, какой я там, это, удачливый человек. Поздравляю тебя, Чумачечи, от всей души. Молодец, собственно. Ох, ну, видимо, человек по-мудрому поступил. Наверное, подождал, когда в колесе фортуни кто-нибудь обновит и крутанет. И когда выпадет там, именно на этом колесе, вот эти именно колодцы. Видимо, он чуть-чуть подождал, билетиков поднабрал и сразу. А я разом все на все напрямик взял и потратил, ребята. Ну, ладно, такой человек тупой, так что приходится, приходится с этим мириться. Ну, или нетерпеливый, ну, ладно. Самое главное, что хотя бы своей тупостью я два этих, как его, два колодца вытащил. Ну, ладно. Так, вот такой вот самокритичный человек. Ну, посмотрим, тут тоже вижу бар на пляже, значит, тоже он вытащил хорошенький такие вот столбик, да? Ага, поздравляю тебя с этим приобретением. И к тому же многоэтажным домом. Молодец. Так, у Юры посмотрим, что тут у нас. Так, ох, я вижу тут шамана. Тоже хорошенькое здание такое. Хижины из соломы, тоже хорошенькое. И бревенчатая избушка. Ну, молодец. Молодец, поздравляйте с этими приобретениями. Хотя еще неделя вся впереди, возможно, он еще что-нибудь вытащит. Как и многие другие. О, вижу тут многоэтажный дом. Молодец, поздравляю тебя. Владимир 93. Так, Андрей Макаров. Ой, блин, забыл его бафнуть. Что ему там нужно? Вызвешивайся к Андрею Макарову. Желательно бафать только производство ресурсов. Ну, хорошо, что у тебя там за производство есть-то? Так, так, так. Что это у нас такое? А, хижины из соломы также. Ну, ладно, давайте ему кузницу пробафаем. Ой, что это такое? Так. А, ну, ничего особенного. Так, ну, посмотрим. У него тут амфитеатр. Я думаю, он не такой глупый человек, наверное, чтобы покупать его. Так что ему, наверное, точно выпало из акции. Так что поздравляю тебя с амфитеатром. Поздравляйте с шаманом, с баром на пляже и с двумя хижинами из соломы. Молодец. Продолжай в том же духе. Так, козью ферму еще строят. Ага. Так, Муслим 1987. Что ты у нас такого хорошего? О, сигнальный огонь и, наверное, башня победы. И вот такие вот призы. Самые внушительные такие. Виталий Веза был. Давайте его тоже посмотрим, что у него тут. Видимо, источник радушия и кампус чемпионов. Як ведук. А, и пальма еще. А, украшенный баобаб точно, простите. Ну, поздравляйте с этими приобретениями. Так, королева Несс. Что у нас тут такое? Логово разбойников. Хорошее приобретение. Молодец. О, еще логово тигров. Поздравляю. Ну, собственно, все, да? Ну, наверное, театр, я думаю, ты построила, видимо, до этого. Ну, да ладно. Так. Еще от мастерок с кампи-метов. Ну, хорошо. Поздравляю, во всяком случае. Богдана теперь посмотрим. 007. Так, сигнальный огонь у него есть. Так, бар на пляже. И что же у нас тут еще? Ну, вроде как все, да? Поздравляю тебя с вот этими приобретениями. Будешь защищенным чуваком у нас. Так, леди золотая посмотрим. Что у нас тут взяла-то? Ну, вижу, что ничего такого прям нету. Может, она вставила все на сюрприз. Ну, ладно. Давайте перейдем к следующему. Так, фаер-скелетончик. Посмотрим на тебя. Что ты у нас урвал? Так, я вижу, что ты урвал шамана. Молодец. Урвал украшенный баобаб. Поздравляю. Еще, кажется, обелиск. Ну, я думаю, ты все это взял из... Обелиск, наверное, из акции. Скорее всего. Ну, да ладно. Хижина из соломы тоже. Ну, поздравляю тебя с этими приобретениями. Всем желаю этих колодцев. Так что, вот такие вот делишки. Тут я вижу бар на пляже есть. Молодец. И есть орел. Статуя. А, статуя феникса. Какой орел, да? Молодец. И давайте же лекерса. Так. Ну, вижу только источник радушия. Такую самую значимую. Тут постройку. Так что, давайте ее и бафнем. Как раз таки. Ну, вот, ребята. Вот так вот. Все урвали хоть что-то себе. Так. Давайте на производство. Надо же вроде, да, было? Да. Вот так вот мы... Это. Урвали себе всяческие... Всяческие эти штучки. Эвентские. Так. Вот такие вот делишки, ребята. Кстати, из-за того, что я поднабрал чуть бриллиантов, я решил все-таки построить великое строение, ребята. Чтобы вы вкладывали в него великие, ну, стратегические очки, сошки. И радовались чертежам, которые вам выпадут. И давайте же это... Приступим к этому. Так. Ну, для начала я собрал... Хотел показать вам расширение свое. Я собрал 500 медалек. И хочу теперь сделать расширение. Вуаля! Сделал. Ну, все. У меня там еще два расширения готовы. За 12 тысяч и за 20 тысяч. Ну, или за 16. Не знаю, которая следующая будет. Ну, ладно. Так. Ну, это потом уже. Посмотрим на мои чертежи. Так. Посмотрим на Вавилонскую башню. Приобретем. И построить, ребята. Мы это сделали. Так. Вот так вот. Ну, все, ребят. Можете вкладывать в ВС. В ВС, да? Свои стратегические очки. Ура! 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 Я все-таки это сделал, ребята. Какой я молодец. Кстати, я поменял дороги на бревенчатые дорожки. Так что будет побольше счастья у меня теперь. Да, видите, аж 1630. Вот такие вот делишки. Пакет обновлений мне не попадался, к сожалению. Я бы сразу это... Я бы сразу проапгрейдил бы свой зал славы, потому что он приносит поменьше влияния, чем мне хотелось бы. Ну, ладно. Это уже дело времени. Скорее всего, ну, может быть, в этом ивенте, может быть, в следующем. Я урву потом себе как-нибудь вот этот набор обновлений. Так, кстати. Ну, вот, Вавилонская башня. Стройте на здоровье. Вкладывайте на здоровье. Точно получите свои эти чертежки. Ну, а с вами был Джеби Джей. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok